здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем итак день 10 посмотрим характеристики вот видно айс сразу начал догнал фиделя сказать но теперь ему надо лечиться очень круто он пострадал может увидеть предыдущей серии как-то случилось но героически сражался молодец так средства нас падают уже меньше 10000 my men completed their repairs to the plant during the night as of this morning we can process the sap from fifty five trees но все теперь может антену спал the fast one his men have stolen the headstone of senior los maki wahan from the native burial ground finding it is crucial the natives consider it sacred and believe it shelters the souls of the dead santino sure knows how to toy with them но там дали еще один квест найти этот камень я честно говоря не помню где он есть так ну давайте сначала поставим везде охрану я у нас там было так сюда наверное еще надо сюда так теперь деревья отлично переможем от обрабатывать все деревья сейчас везде поставим доходит дохода наши резко возрастут так здесь вроде все и здесь одно можно пока вроде все но вот видно сразу мы вышли в плюс 8000 до то есть теперь на следующем ходу можно смело брать еще magic а но здесь оставим все как есть так вот эти двойна все починили молодцы теперь нам надо будет взять спека с собой так это для ивана где у нее там отмычки там вот они все так но здесь я тоже немножко ускорить потому что она это уже честно говоря все однообразно смысл в том чтобы скинуть все вещи которые мы собрали за предыдущий ход скинуть все вещи которые были отремонтированы соответственно поставить в ремонт те вещи которые мы только что нашли и поставить бойцам броню и оружие свежая отремонтированное или более мощное которое у нас есть проапгрейдить сделать коктейль молотова там и так далее в общем ничего особенного обычная рутинная работа наверное дальше я буду точно так же сжимать этот кусок потому что но тут все в общем однообразно лишь бы патроны не забыть как прошлый раз дьюти он дьюти все идут с нами но все в общем начинаем так поехали задача взять четыре сектора и зачистить эту зону чтобы можно было двигаться дальше ну начнем наверное наверное вот отсюда ребята уже обрабатывают деревца вот опять забыл патроны взять вот уж такое опять ли он забыл взять патрона ну будем тогда фиделем одним он айлендер биберий спешил хаус и фуэн мэн аналей дикит мэри андегу ту айлен дэй стэй фуа слона с леди вон здесь они женятся да ну фидель пока патрончики не вывалятся из кого ничь ну хотя собственно и вам может пойти четыре патрона у него есть хорошо хорошо вот так вот эти мосты по моему они взорваются как только кто-то там услышит шум так что я боюсь тут мы не обойдемся без потерь будет тяжело так ну давайте попробуем подойти вот вот да хорошо хорошо черт ой вот он дружок на нет не успею хорошо хорошо вот ок фуха там сильно повезло хорошо хорошо патрончики хорошо нет деньжатки здесь ничего хорошо хорошо жаль хорошо хорошо о может быть здесь патрончики хорошо хорошо пусто жаль хорошо хорошо вот очень жаль окей окей да хорошо 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 так торопиться нам некуда хорошо хорошо можем спокойно пошариться по зданиям окей да хорошо хорошо в поисках патрончиков вот окей чё он там видит о деньги хорошо да хорошо хорошо лишь бы мы стоять сейчас не взорвали хорошо 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 так ну что тут вроде никого нет вот окей перемещаемся осматриваем здание окей да вот окей никого бога никого да да никого хорошо хорошо я вижу так ну тут понятное дело деньги хорошо хорошо я вижу что-то потом их заберем я вижу что-то хорошо 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 так тут походу все нормально вот окей да уходим отсюда хорошо хорошо вот окей так ну вот теперь нам надо сюда либо в этом лесу либо вот здесь неприятные такие вот такая форма острова тяжело достаточно выкуривать врагов вот есть место где они могут спрятаться я вижу про наконец-то но фидель нам мешает да через фидель мы стрелять не будем вот так его ну давай твой звездный час молодец черт у меня хорошо патронов нет фидель ну ты дальше он ок 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 да хорошо хорошо я у меня только граната вот ок вот ок ок да хорошо 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 похоже никого нет хорошо хорошо это хорошо вот ок хорошо сначала зачистим здесь посмотрим может чистоты есть вроде нет ок 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 вот он ну отлично да это очень удачно ок 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 очень очень неудачно что без патронов ок из всего что здесь удалось найти нет ничего особо ценного единственное что это деньги тут везде зарытые валяются деньги общей стоимостью где-то 2000 долларов но это в общем по нашим меркам существенно но остальное остальное это всякая мелочевка так что собираем деньги отдаем их ивану и двигаемся в следующий сектор ок 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 Да? Хорошо, хорошо. Pardon? Сынный! Сынный! Вот! Окей! Да? Хорошо, хорошо! Вот! Окей! Да? Хорошо, хорошо! Да? Я вижу... Вот, а я ответить не могу! Хорошо, хорошо! Не могу! Хорошо, хорошо! Вот! Так! Да? Да! Ой! Вот! Окей! Окей! Так, мы надо добивать! Надо добивать! Вдруг у него патрончики есть! Нет! Патрончиков у него нет! Окей! Окей! Ой! Попал! Ну, патрончик! Окей! 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 интересную роль, они позволяют тем, кто немного подзастрял, получить хорошее свежее вооружение. Лично я никогда практически не обращал на них внимания, не заострял на них внимания, потому что я прохожу достаточно быстро, всегда, скажем так, прямо с ураганной скоростью, и поэтому практически всегда как-то не обращал внимания, не хотел зажидать. Но вот решил я ознакомиться с этим вопросом, и сейчас вам про него расскажу. Записки выглядят вот таким образом. Значит, в них обычно говорится о том, что в таком-то секторе в такой-то день, ну вот в данном случае в секторе 36, на 9-й день будет поставка оружия. Соответственно, если на начало дня сектор находится в руках врага, то зайдя в него, вы обнаружите некое количество ящиков, в которых будет это самое оружие. Всего таких волны 4, и все суммарные записки говорят о 4-х поставках оружия. Сейчас я о них обо всех расскажу. Значит, ну вот поставку номер 1 вы видели, я ее продублирую. И зайдя в 9-й день в секторе 36, вы обнаружите следующие виды оружия в ящиках. Два магнума, самый мощный пистолет в игре, два патрона к нему, две коробки патронов к нему, шотган с патронами, две гранаты, две мины и банка масла для изготовления коктейля молот. Дальше все несколько сложнее. Следующая поставка состоит из двух записок. Суммарно изучив две записки, мы понимаем, что товарища Франца должен заменить правду. Произойти это должно в день 16-й. И написано, что это произойдет за день до поставки оружия. Соответственно, поставка оружия будет на 17-й день. Поэтому нужно зайти на 17-й день в сектор 18. Там при этом вы обнаружите следующее. Опять-таки магнум с большим количеством патронов, шотган и ружье, патроны к ним. Что очень существенно. Одна винтовка М14 с патронами. Ну и неизвестно зачем патроны для самого простого пистолета, который валяется везде и повсюду. После того, как товарищи понимают, что их начинают грабить и читают их записки, они решили шифроваться. Ну что, в общем, не особо им помогает. Вот в данной третьей записке написано, что в день 26 в секторе 35, ну это вот так зашифрованы ряды столбцы, сектор 43, будет опять-таки поставка. Причем будет уже самая мощная из всех. Ну вот видно, что здесь просто рай. Винтовка М16, которая встречается только уже под самый конец игры. Куча патронов к ней. Шесть гранат. Пять парализующих гранат. Три гранаты с горчичным газом. Две взрывчатки. Одна пластиковая взрывчатка. И плюс ко всему этому делу два детонатора. В общем, это довольно существенная находка. Она позволит щелкать врагов, по крайней мере, первое время вообще без проблем. Ну и последняя записка также состоит из двух частей. Расшифровка ко всему этому делу, в принципе, валяется еще в виде одной записки. Там приведено, что на что менять, какие буквы на какие. Но смысл такой, что в конце концов здесь тоже указано место и дата следующей поставки. Но так как враги не дураки и поняли, что мы записки их читаем даже шифрованные, на этот раз вместо нормальной поставки нам подсунут ловушку. Да. Так что без опытного взрывника все товарищи, которые попробуют это взять и поднять, все взлетят на воздух. Поэтому, в общем-то, не такая нужная поставка. Но, во-вторых, без опытного взрывника лучше, так сказать, не трогать эти ящики. Вот так нас решают наказать те, кого мы, в общем-то, грабили. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Да? Хорошо, хорошо. Но, опять-таки, повторюсь, все это касается для тех, кто проходит неспешно, берет по одному сектору в день игровой, берет, скажем так, или вообще не берет секторов, только отбивается. То есть те, кто играет не спеша. При таком темпе 2-3 сектора в день, конечно, нереально взять все из этих ящиков, потому что эти сектора уже в нужное время давно будут под вашим контролем, и вы уйдете далеко вперед. Поэтому, по моему мнению, это, скажем так, больше помощь тем, кому тяжело играется, может быть, на, скажем, на харде. Так что, если вы вдруг застрянете, ну, чтобы была, скажем так, какая-то возможность вам помочь с оружием, потому что, например, с М-16 вам действительно будет играть значительно проще. Надо было ожидать. Хорошо, хорошо. Этот номер не пройдет. Ну, патрончик. Это местность... Ну, хорошо, хоть удалось. Перекидываем сюда. Так, двигаемся дальше. Вот! Ну, теперь будет достаточно большой кусок всяких собираний, перекладываний, выниманий, собираний и всего подобного, что я немножко быстро промотаю все это. Смысла еще куда-то соваться сегодня я не вижу, потому что, во-первых, у Ивана нет патронов, я их так и не нашел, к сожалению. Во-вторых, я подумал, что, наверное, уже надоело ходить со спеком постоянно. Пора нанимать Мэджика, у нас есть деньги, у нас есть все возможности для этого, и Мэджик готов на нас работать. Так что, со следующего хода, со следующего дня, мы начнем уже с Мэджиком. Мэджик будет у нас, помимо того, что он отличный стрелок, он будет открывать двери. Ну, а спек присоединится к спарке и займется только ремонтом. Вещей у нас станет гораздо больше, так что нам понадобится два ремонтника для того, чтобы отремонтировать большое количество брони, оружия, ну и всяких мелких предметов, плюс всякие гранаты, ну и тому подобное. Вот. А кроме того, должны отремонтировать ультраброню, которая дает 95% защиты, и попробуем сделать из Ивана Терминатора. Ну, они атакуют небольшими группами, поэтому шансов на успех у них нет. Это местная охрана здесь бегает, наступает на все мины, взорвается и мучается. Видно, что вот взорвались здесь, дурачье. Ну да, не максимум. Ну, сара, нормально. Все. Восстановился. В итоге мы взяли всего лишь два сектора, поэтому сегодня только эксцелент, ну и день получился достаточно короткий. Так, сохраняемся. День десятый. Все, всем спасибо. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok